Так, добрый день! Мы начинаем сегодня новый курс по книге Рава Иуда Леона Ашкинази, которую все называют «Мониту». Эту книгу я в этом году наконец вышла в ее перевод. Возможно, есть некоторые шероховатости в переводе, хотя мы очень старались сделать его лучше. Вот эта книга, которую мы спустили в Бретулам и с помощью Хавы Брохи, которая была действительно очень важна, литературная. Вот так выглядит книга «Мониту» на еврейском. Я старалась сделать ее похожей на оригинальное издание. Пару слов о книге. Потом мы поговорим сегодня, это будет некоторое введение, о самом «Мониту», его биографии, об его учении, общие всякие вещи. А потом мы будем продолжать изучать текст книги, обсуждать его, хотелось бы, вместе. Но в каком-то смысле это будет продолжением курса, который я вела несколько лет назад, когда только начала этот перевод. В том смысле, что я думаю, что из той части, которую мы уже прочли, мы выберем важные всякие моменты, которые подтверждают или особенно выпукло показывают методику и учения Рава Лена Ашкиназей. И будем читать их вместе, а потом продолжим изучение более плотного тексту с того места, на котором мы остановились несколько лет назад. Во всяком случае, сейчас я это так планирую. Может быть, потом, когда будут какие-то, может быть, более ясные требования или желания со стороны слушателей, сделаем, может быть, изменения. Итак, биография «Мониту» сначала. Родился он в Алжире, в 1922 году в семье раввинов и каббалистов, как говорят. Ну, что значит каббалистов? У его семьи была, она вела свой род от ученика Резаль, Рава Йосифа и бен Табуль. И некоторые традиции от Резаля, переданная через это же предка, сохранялась в его семье. Секундочку я оторвусь и кущу людей. Итак, мы продолжаем. Известно, что у Резаля были разные последователи, и они понимали немного по-другому, по-разному это учение Резаля. Ну, в данном случае это не так уж важно, просто надо понимать, что есть какие-то отмертения. Одна шкинарская традиция Резаля — это, так сказать, для общего развития. Другая — это сепардская, которые потомки Бен Табуля, они жили в Алжире и продолжали эту традицию. Его отец, его дед были главными раввинами Алжира. Это такая очень уважаемая семья. И Равочкин Ази получил, с одной стороны, глубокое религиозное, а, с другой стороны, светское образование. Он учился и в Ешиме, и учился в Алжирском университете. Тут тоже, вот уже в нашем фактически XX веке, мы можем видеть большую разницу между тем, как обстояли дела в Европе, России, к примеру, и как они обстояли в Алжире. У ашкинацев было такое понятие, как «оскала», «оскала», то есть светское образование. У ашкинацевское миро категорически противоречило иудаизму. Они, родины, целиком были против. Они считали, что светское образование отдаляет людей от иудаизма. И это во многом определила, может быть, история ашкиновского еврейства в XX веке. А сефардов такого не было. Это не единственный случай, это не исключение, это совсем другой мир, в котором не возникло такой вражды, противодействия образованию по разным причинам. Об этом можно писать диссертации, можно написать книги. Просто в качестве замечания о том, в какой среде вырос Рафашкин Азиб. И решили он со своим дедом, он изучал Кубаву, которую сефардов не считали чем-то, так сказать, каким-то эзотерически запретным знанием. В Рафашкин Азии к этому относились гораздо сложнее. И, например, хасидизм, который в некотором смысле вырос из Каббалы. К нему, например, Метнагдим, то есть другая версия элгоизма традиционного, относилась с огромным подозрением именно потому, что они открывали многое, какие-то тайны широким массам. И всего этого, в общем-то, не было, просто для понимания обстановки, всего этого не было в Алжире. Когда началась война, Рафашкин Азиб вступил в внешний легион французской армии, французская колония была, но он был гражданином Франции, в Алжире. Он воевал в пехотных войсках и был ранен. А после Второй мировой войны он переселился во Францию. И во Франции после войны был очень большой упадок еврейской жизни. Во-первых, из-за отхода от религии. Во-вторых, из-за войны, в которой погибло очень много... Кстати, это я в скобках замечу. Из-за того, что погибло очень много мужчин во Франции. Эти выходцы из Алжира, которые остались живых после войны, и они решили, что их обязанность жениться на Ашкинастке, чтобы поддержать их во Франции. Такое рассказывают. Я это не читала, это я просто слышала. И вот он переехал во Францию. И он, как и многие другие люди, ощущали обязанность как-то возродить евреевство Франции, которая очень быстро страдала во время войны. Он был не один такой. Был такой замечательный человек Роберт Занзун, который организовал во Франции молодежное стаутское движение, то есть религиозное религиозное движение. Я не знаю, в какую степень, в большой степень религиозное, я думаю. И он привлек к этому Маниту. Этот Гамзу, кстати, в этом скалском движении у всех у них были какие-то прозвищи. В частности, вот там именно Рав Ашкинастке получил прозвище Маниту. Маниту, если кто не знает, это такой индейский дух, вроде бы, мощный. А сам Гамзу, он получил прозвище Кастер. Так он часто упоминается как Кастер. И по призыву того же самого Гамзу, он поступил на один год в школу еврейского руководства Арсей. И учился там у Якова Гордина. Яков Гордина тоже. Сегодня, возможно, будет много обступлений. Просто хотелось мне дать некоторое общее представление о формировании личности. Почему нет о формировании его учений? У кого он учился? Яков Гордин – это потрясающий философ. Если кто-то интересуется его учением, это в настоящее время Илья Дворкин очень много этим занимается. Очень много есть работ Якова Гордина, которые не переведены вообще на еврейский. Его плохо знают во многих местах. Хотя он потрясающий, по-видимому, еврейский философ. Он латышского происхождения. Мне кажется, у него даже есть какие-то работы написанные по-русски. Но работал он сначала в Германии, потом во Франции. И он был учителем не только Маниту в этой школе, а также учителем Андре Нера, Эмнаэля Левинаса и других очень крупных деятелей философии еврейской, еврейской мысли, скажем так, которые в то время собрались в Париже. И вот они собрались… Он одновременно в Маниту, он одновременно еще продолжал учиться в Сорбоне в то время. Но все эти крупные мыслители, которые собрались в это время во Франции, большинство не были родами из Франции вообще. Они приехали из разных мест – из России, из Латвии и так далее. Но они для развития, для поддержки, для возрождения французского еврейства они основали некоторый проект образовательный, который назывался «Парижской школой еврейской мысли». На самом деле это название придумал два человека – Эмнаэль Левинас и Владимир Раби. Они его назвали так в шутке. В общем, на самом деле это название «Парижская школа». Они его заимствовали из названия «Парижской школы художников», которое в 20-х годах прошлого века было в ней огромное количество потрясающих, очень крупных еврейских живописцев – Сутин, Шагал, Кикоин и так далее. Интересно, что такое имя, такую модель они решили применить к тому проекту, в котором собрались тоже звезды на самом деле. Может быть, они тогда это еще не так хорошо ощущали, но через многие годы понятно, что большинство из них были очень крупными мыслителями. В общем, была какая-то параллель между тем и другим, потому что «Парижская школа художников» они тоже собрались из Парижа, из разных совершенно мест, не из Парижа. Очень важной особенностью, видимо, этого проекта было то, что в нем встречались между собой люди совершенно разного происхождения, евреи разного происхождения, школы мыслей разного, разнообразные, многогранные, как приехавшие из Ашкеназа, так и приехавшие из Грибалтики, так и из России. И для всех них встреча вот с другой какой-то ветвью, с другой школой мыслей для них это было некоторое откровение. И главной задачей, собственно, было это возродить еврейство Франции. И они все понимали, что для современного поколения, с одной стороны, которое отдалилось от традиции, а с другой стороны, пережило Холокост, требуется изложение цары на современном языке. На самом деле, это не нечто новое. Идея о том, что... Ох, мне кажется, кто-то... Секунду, я проверю. Еще раз небольшой перерыв. Не знаю. Я разрешу человеку войти? Посмотрим. Если он будет моим мешать, нам мешать... А, нет, это хороший человек. Добрый день. Так вот... Это не новость, что в определенных поколениях еврейские мудрецы ощущают необходимость пересказать вторую на другом языке. Это не... Иногда нам кажется, что тут есть какие-то резкие повороты, отказы от прежнего иудаизма. Но на самом деле это не так. Иудаизм, в принципе, он основан на традиции. И когда происходит какое-то изменение в мире, традиция должна ей соответствовать. Она не может... Не должна, в принципе, тормозить религию так, чтобы она оставалась на каком-то средневековом или более раннем уровне. И это всегда понимали еврейские мудрецы. Это понимали и мудрецы Мишны. Это понимали и мудрецы Талмуда. И даже раньше. Но это как бы не совсем наша тема. Я просто хочу сказать, что во все времена мудрецы проделывали огромные работы, чтобы как-то донести на новом языке донести идеи Тарыни до текущих поколений. И еще один интересный человек, которым он учился. Я, пожалуй, все же еще открою скобки в этом месте тоже. Потому что, возможно, не все при него слышали. Это потрясающе интересная личность. Я расскажу очень кратко. Она потрясающе интересная и совершенно загадочная. Никто не знает, на самом деле, кто это такой. Был такой человек, который называл себя господин Шушани. Марш Шушани. Он жил какое-то время во Франции. Предполагается, что какое-то время он жил в Израиле. И высказывается положение отождествить его с некоторым персонажем, которым Равкук состоял в переписке. Но доказательств этому нет. Потому что этот человек всегда скрывал свою личность. И никто точно не знает, почему. Но он был потрясающе образован. И не просто образован, феноменально образован. Он помнил все. Вся еврейская традиция находилась у него в голове. И он связывал какие-то совершенно несвезумные вещи. Они у него связывались с некоторыми новыми идеями. И он умел читать очень. По-видимому. Так, во всяком случае, мне рассказывал один человек, один Рав, который интересовался подходом Маниту. И он говорил, что я всегда спрашивала его учеников, подходом Шушани, учеников Шушани, что такое, какую новую идею он высказывал. И они как-то никогда не могли мне объяснить этого. И потом, говорит Рав Казовский, я понял, что он научил читать. Научил читать текст. И это, на самом деле, совершенно нетривиальная вещь. Так вот, Шушани, анекдот хотя бы один про Шушани, мне кажется, важно рассказать, чтобы просто понять, что это такое. Во время войны его арестовали во Франции, думали, что он еврей, хотели его отправить в лагерь. А он утверждал, что он мусульманин. И тогда в тюрьму привели мусульманского мудреца, чтобы он проверил, правда он мусульманин или нет. Он там просидел у него несколько часов, потом вышел в совершенно полном обалдении и сказал, это потрясающий человек. Сегодня фактически нет уже людей, которые знают весь Коран наизусть. Он не только знал еврейскую литературу, но еще и Коран. Но при этом он был таким человеком, который не вписывался ни в какие рамки. Он жил как умлиц, в общем. У него учились не только монету, у него учились и аренеры, учился левенас. И каждый ведьмак взял что-то, что специфически для него. Еще один анекдот про Шушани от Левенаса. Левенас говорит, мы сидим на задней партии и разбираем комментарии к Толмуду, Тосфуд. И вдруг там спереди нам Шушани говорит, вы там пропустили строчку в Тосфуд. Комментарии. Потом он уехал в Южную Америку. У него учился очень известный израильский философ. Он тогда был очень молодой. Шалом Розумер. И он говорит, много лет спустя он сожалел, что он тогда, когда был молодой, не знал, какие вопросы правильно задавать Шушани. Он жил там тоже фактически как умлиц. Одна женщина, с которой я была знакома, мы вместе ходили на какой-то урок. Она рассказывала, что они делали лагерь Дня Киева в Южной Америке. И он там жил просто. Он жил. Они давали ему жилье, они давали ему еду. У него больше ничего не было. Но он давал уроки иногда. Когда я попросил что-то рассказать, это невозможно писать. Есть такое дело, когда что-то мы видим, что мы не можем его переварить до конца, но это что-то большое, что-то совершенно потрясающее. Человек просто иногда не может объяснить. Я, кстати, попросила у нее привести фотографию Маниту. Это занятно. Это был последний урок в том году. Она сказала, я принесу вам в следующем году. А в следующем году она была, уже ее не было, она умерла. Так что фотография, не Маниту, Шашани. Фотография Шашани, которую она могла бы показать, так и осталась. Не показана, я не знаю, можно ли ее теперь где-то найти. Он так и остался загадочным человеком. Он никогда не хотел, чтобы его вызывали катарем, потому что он не хотел называть свое имя. И вот мы видим тут, что Маниту, Равушкин, черпал знания, внимание очень-очень-очень разных людей и учился у всех. После шестидневной войны Маниту сказал, что больше невозможно оставаться в диаспоре. И он приехал в Израиль. И он, как говорят в Израиле, склонился перед авторитетом Рава Кук, умолил себя перед его авторитетом. Хотя он и в Израиле преподавал. Я слышу много его записей в Израиле на иврите. Я французскую, к сожалению, не знаю. Может быть, это в скобках следует заметить, что книга – это не перевод в французскую, это перевод с иврита. На французском ее не существует. Почему? Габриэла бен Шмуэль, ученица Маниту, взяла на себя такой проект. Она взяла записи его лекций и сразу с французского его перевела на иврит. Видимо, потому что, я думаю, потому что евреи Франции все его знают. С каким евреем в Израиле не поговоришь, если он из Франции? Вы знакомы с Маниту? Ну, конечно, Маниту. Я у него учился, брак у него учился, мама у него. Кто-то обязательно из семьи у него учился, и нет такого, который бы с ним не был знаком. Поэтому есть сайт Маниту, и там есть очень много материалов. В основном материалы записи, потому что это было его делом жизни – учиться устно, а не писать книги. Есть несколько книг, есть несколько статей, но в основном в книге Маниту, вот «Тайны евреи», есть еще «Медраж» и «Сода Афраким», это «Медраж» в «Тайне противоречий», не знаю, как переворачиваешь, тоже шесть книг, все они сделаны по записи. И он научился здесь в Израиле Маниту с Раунс Вейгуда и одним из руководителей Мерказа Раунс. То есть он как-то уже после этого соединил все, все его знания, все свое учение, которое он называл учением «Отолдот», «Толдот», «Родословие», может быть, с точки зрения Маниту, это слово должно значить «История» на еврейском, потому что «История» – это неправильное слово, а правильное слово «Толдот», развитие человечества от момента творения до будущего избавления. Это все называется «Толдот», это как бы название, общее название учения Маниту. Он умер в Иерусалиме в 1996 году в возрасте 74-х лет. Нужно сказать, что вот эта вот интеграция, полученная Маниту в детстве раввинской традиции, включающая каббалистические знания и прочее, с культурой Франции, и с религиозным сионизмом Рава Кука, привело к тому, что почти все крупные раввины в Израиле выходцы из Франции, они последователи Маниту. И среди его учеников есть такие известные люди, как Рава Лиаузини, Рава Решерки и другие. Есть, кстати, в Израиле и Ешивы, которые, как-то сказать, взяли на себя как задачу придерживаться подхода Маниту, в Маниту, например, есть в Иорданской долине Ешива Хендат Игуда, есть Ешива Натсер Хеседли Игуда в Иерусалиме. У меня даже второй вновь идет в такую Ешиву. Первую это как вообще не очень, к сожалению, повлияло, но посмотрим, что будет со вторым. Теперь я хочу коснуться некоторых общих принципов его учения. Но предварительно я хочу сказать, что школа мысли, в принципе, не случайно становится популярной в таком поколении. Когда есть такой комментарий Рава Кука на Талмуд, и там в Талмуде есть большой отрывок о годического характера, то есть не закон, не юридического, в котором говорится о различиях между школой Гелеля и школой Шамара. И там Рав Кук называет Гелеля, если это перевести на русский, человеком, присоединенным к жизни. Это что-то, в общем-то, может быть, и непонятное в первый момент. И это, вообще говоря, может означать много чего. Но, среди прочего, я думаю, это означает, что человек живет в мире адекватном, он адекватен миру, в котором он живет, он понимает потребности людей, он правильно интерпретирует их поведение, их подходы, их мысли. Это, в частности, все там отражается в том, что Шамай отвергал претендентов на бразилитизм, а Гелель, он их принимал, потому что он правильно их интерпретировал. Это некоторая частность. Но, помимо этого, Рав Кук, конечно, говорит о людях, которые понимают потребности поколения в области преподавания тариф. В том, как можно доносить какие-то идеи, на каком языке нужно доносить такие идеи в новом поколении. И, на самом деле, Рав Кук тоже был таким человеком, который пытался перевести многие идеи иудаизма на язык философии, на язык образов, в некотором смысле поэтический язык. В его время как-то не очень многие люди его оценили и признали, хотя было много, но относительно не было, по сравнению с тем, какую популярность Рав Кук занимает. Сегодня это было очень немногие. То есть, получается иногда, что какой-то мудрец опережает, может быть, свое время. То же самое происходит и с Манитулом. Хотя во Франции он стал известен и популярен довольно давно, в Израиле его фактически не знали, но постепенно он завоевывает все больше и больше популярность. То есть, оказывается, что язык, на котором он говорил, он нужен, он важен людям, может быть, даже не в момент его поколения, может, в следующем поколении становится актуальным. Я слышала, например, про Рав Кука, что сегодня еще мы не понимаем до конца, как много он внес философию в понимание и в дать. К вопросу о философии я хочу здесь сделать небольшое отступление и сказать, что Манитул не называл себя, может быть, это терминологический спор, я не знаю, но для него важно было не называть себя философом, он считал себя всегда раввинным. И пытаясь разобраться, вот именно почему это так, я беседовала с некоторыми учениками Манитул, и один из них предложил такое определение, которое тоже следует попробовать понять его более глубоко, что философ, на самом деле, так или иначе, не все философы называются феноменологами, как Левинасниками, но более-менее все они исходят из себя, из феномена, из того, как они воспринимают мир, и исходя из этого они строят картину мира и понимание того, как мир функционирует, как функционирует душа, какие процессы происходят в мире, что происходит с человеком, что происходит с ним. А раз, если это религиозный философ, для него можно, конечно, согласовать свое понимание с религиозной традицией, но исходит он из своего личного понимания, видения и ощущениями. А арабы это все-таки делают противоположные правила. Он исходит из митраша, он исходит из текста, он исходит из тары, из иудаизма, из традиции и применяет ее к жизни. Конечно, и у него тоже есть аргумент такой, например, у Маниту. Почему мы вот принимаем это? Потому что истина, она ощущается. Но это, в общем, не совсем то же самое, что ты сначала понимаешь для себя какую-то истину, а потом пытаешься натянуть ее на существующую традицию. Это немного другой процесс. Это ситуация, в которой традиция открывает в тебе что-то. Ты вдруг видишь что-то внутри себя в мире, что ты до этого не видел. И ты понимаешь действительно внутри себя, что это истина. Поэтому эти процессы немного разные. Я никак не отвергаю религиозную философию. Это очень важная вещь. Но вот Маниту не считал себя философом. На самом деле, в каких-то местах эти вещи сходятся. Понятно, что это нельзя однозначно разделить. Тем не менее, мне важно было подчеркнуть этот факт, что Маниту не называл себя философом. Еще пару слов хотел сказать о Кабале. В одной из книг Рава Венера он писал маленькую книжку, называется Перурим Мишурхана Гавуа. Крошки с высокого стола. Для него он не считал себя учеником Маниту. Он на него учился. На самом деле это очень интересное разделение. Некоторые, походив немножко на каком-то лекции крупную ровину, говорят, я его был ученик. А на самом деле, не всегда это оправданно. Потому что ученик может высказывать совершенно от имени учителя совершенно не то, что учитель хотел сказать. Знаете, есть такой анекдот. Есть такая фраза, что когда люди говорят что-то от имени мудреца, ушедшего уже в другой мир, то его губы шевелятся в могиле, шевелятся в могиле, как будто он это говорит. А анекдот говорит так. Да, его губы шевелятся в могиле, и что же он говорит? Он говорит, я этого не говорил, я этого не говорил. Таким образом, чтобы, на самом деле, быть учеником великого человека, нужно, чтобы этот человек тебя признал. Видимо, Раулинер тогда это очень хорошо понимал, поэтому он не претендовал на то, чтобы быть учеником. Он написал маленькую книжку, в которую приводил различные высказывания в Маниту, и там он привел высказывания о Кабале. Маниту говорил, что Кабала – это передача пророческого ощущения, пророческого переживания. Есть разные каналы передачи традиций. Есть устная тара, есть письменная. Есть также пророчество, которое закончилось. Но от этого пророчества у нас остались книги, тана. Это один из каналов. А второе – это переживания, которая взяла на себя Кабала, взяла на себя это переживание передать. Как можно сохранить переживание? Переживание передается не такими словами, как… не словами закона. В законе, так сказать… Тара, на самом деле, она не чистый закон. Вообще она незаконна. Это я опять скопну, говорю. С точки зрения, если это рассматривать как кодекс, это очень неудачный кодекс. Там все перемешано. Законы не идут ни подряд, не разложены по темам. В середине какие-то истории. Тара содержит в себе и все. Все. И закон, и пророчество, и переживание. А когда пророчество закончилось, то эта линия как бы разделилась. И задача переживания взяла на себя Кабала. И в этом смысле понятно, что Кабала изменяется из века в век, меняется в нем язык. Каждый раз появляется новое какое-то понимание того, на каком языке сегодня должна говорить Кабала, чтобы человек мог ощутить это переживание. Это категорически против того, кстати, как некоторые сегодняшние учителя Кабалы говорят, что Кабала — это отдельное учение. Да нет, Кабала — это нечто вроде... Я не хочу говорить магией. Это не магия. Ну, какого-то, так сказать, учебника, в котором есть свои... Вы идете учить какую-нибудь науку, и вы, прежде всего, учите определение. Да, что такое сила, что такое энергия, что такое ускорение. Это вовсе не то, что мы называем силой, энергией, ускорением в обычной жизни. Значит, какие-то отдельные вещи, мы делаем из них формулы и так далее. Так вот, Кабала — это не это. То, что стоит за понятиями, оно действительно должно находить какой-то отклик в душе человека. Если это превращается в формулы, то, значит, этот язык Кабалы уже не подходит для нашего времени и требуется какой-то новый язык. Вот именно это подвигло Рава Кука, например, на то, чтобы пересказывать высокие истины поэтическим и гласовским, может быть, языком. Языки, конечно, совершенно разные. Язык Маниту и язык Рава Кука, они абсолютно работают по-разному, рассказывают нам разное. Но, тем не менее, задача очень, мне кажется, похожая — пробудить что-то в нас. Это тот отклик, который возникает в машине, когда ты понимаешь — вау! Это действительно… я этого в мире раньше не видел, а теперь я это вижу. Я этого раньше не видел в своих душах, а теперь я это вижу. Я этого раньше не видел в Таре, а теперь я это вижу, и я так понимаю теперь, как это влияет на мою жизнь. Я приведу несколько небольших примеров, а на следующей встрече, я думаю, мы возьмем уже примеры прямо по тексту и посмотрим их более подробно. Например, когда Маниту говорит о творении, он обращает наше внимание на то, что слово «бараа» связано со словом «бар». то есть это слово на рамейском языке, которое используется сегодня в иврите, например, «бармитсва» и «баркаема». На самом деле это на рамейском часто означает «сын», но базовое его значение, его… не знаю, как сказать правильный термин на русском языке, сфера его значений, оно предполагает, что это выход наружу, вовне, кроме как. и «брия», акт творения, он прежде всего является выходом наружу. То есть Всевышний создает что-то вне его и дает ему место для существования. Это как бы идея, которую мы, конечно, встречали, на монету, на этой основе он говорит, что поскольку это моральный акт выйти за пределы себя, дать другому место для существования, и на этом акте основан весь наш мир, это значит, что мораль – это главное, что от человека требуется в мире, это основа мироздания. когда мы продвигаемся в понимании того, как был создан человек, для чего был создан человек, мы понимаем, что все творение направлено на то, вся история, все эпохи направлены на то, чтобы привести человека и человечество к моральному поведению. и монету, он подчеркивает, что, в общем-то, очень многие, почти все истории Тары, особенно книги, первой книги Берешит, они построены на конфликте братьев. И конфликт братьев – это то, что стоит в основе. Один из первых рассказов у нас везет о конфликте Кайн и Виавеля, и монету, может быть, мы читаем это более подробно в книге дальше. Он называет это решением уравнения братства. Все заинтересованные как бы стороны, все братья, они должны быть включены в это уравнение. Вопрос вообще братства, отношения к другому, это не просто так занимает монету, это вопрос, который стоял очень остро после Холокоста. И очень остро он стоял именно в этой группе французских философов. Философия Левинаса, например, отношение к другому, оно тоже занимает одно из первых мест. Он формулирует это по-другому. Левинас вообще философ, в отличие от монету, который Раун. Но тем не менее, вот эта идея о том, как человечество может правильно построить отношения с другим, с большой буквы, она вообще уже, так сказать, из этого круга французских философов, французских мыслителей, она уже распространилась в мире. И стало некоторым общим словом, отношение к другому. Для меня это называется решением уравнения братства. Ещё приведём несколько примеров, может быть. Например, вопрос, который тоже, это не хидушма, не ту, но он заостряет на этом внимание. Он заостряет на этом внимание и заставляет нас думать, насколько, так сказать, это важно, эта вещь. Гам. Так же и в таре, так же и в нашей жизни. Это то, что уже отражено в Медражах. Но Маниту берёт один Медраж, очень известный, и в котором это… Я сейчас объясню, может быть, дороге, в котором об этом говорится. И он применяет ту же самую идею ко всему, ко всей первой главе Гриши. Эта идея несовершенствует. Нет. Мир создан несовершенно, изначально. Об этом много где сказано. В частности, правильное прочтение тех строк, о которых мы говорим в «Субботнем кедуши». и в «Субботнем кедуши» и в «Субботнем кедуши» и в «Субботнем кедуши». «Который сотворил Бог, делая, делать…» Очень трудно перевести. «Ашер, Бара и Луким ласот», которую Бог сотворил Ман. Что здесь делает слово «Ласот». На самом деле, все очень просто. Это надо переведить так. Бог отдыхал всей работой, которую Он сотворил, чтобы нам ее делать, чтобы кто-то ее делал. Что Бог сотворил за жизнью? Он сотворил работу для человечества. Это известная вещь, но Мониту применяет его ко всему тексту. Мы во всем тексте находим уже, что весь этот текст построен на том, как мне совершенно создан мир. То есть на любом этапе творения мира Мониту разделяет на планирование, реализацию и оценку. Сначала Бог планирует, чтобы это сделал, потом нам рассказывает, как это реализовано, а потом происходит оценка. Увидел, что хорошо. Откуда из Медроша это взято? То есть это из известного Медроша, в котором это видно особенно выпукло, когда сказано, что Бог сказал, создадим два светила большие, а потом и создал одно светило большое, одно маленькое. То есть реализация совершенно не соответствует планированию. Что-то вышло не так. Это не просто что-то вышло не так, это так нарочно сделано, чтобы нам в этом мире было чем заняться. Конечно, это не только Солнце и Луна, это относится к огромному количеству областей жизни. Этот Медроша философы обожают, и они его комментируют, применяют различным совершенно областям как в жизни, так и в философии. Но Маниту, он говорит, что в любом акте творения это так. Он говорит, что единственное место, которое было адекватно исполнение, планирование исполнения адекватно, это творение света. Потому что сказано «Веомер лаким» иеор, вееор. Вееор, вееор. Это «эх». Так это сказать? «Копи-пэст». Скопировано буквально. То есть не просто так это сделано, это сделано, чтобы показать, что в данном случае все произошло так, как запланировано. То есть свет, на самом деле, мог бы тоже не сделаться так, как надо. Но свет, он единственный, кто был послушен. Все остальные участники творения, одни задействованы там, по-видимому, какие-то земля, в том числе, что она тоже не послушалась Бога и не сотворила так. Это, естественно, прямо не сказано в тексте, что эта земля не послушалась. Но то есть это можно прочесть в тексте. Да, ты сказал, земля возроди, и сделай земля, тот и кто. Не то сделала земля. То есть у всего творения, у всего творения, это тоже очень важно для монету обращать на это внимание, у всего творения, начиная с самого первого акта, когда свет мог бы и не послушаться, у всего творения есть свобода Бога. своботворение есть свобода воли, и это, безусловно, отражает то, что как следствие у человека есть свобода воли, это тоже один из базовых положений мироздания. Возможно, у меня осталось минут пять, наверное, можно и дольше, конечно, но я думаю, что есть такие исследования, которые говорят, что больше 50 минут вообще человек не может, не отвлекаясь, слушать какие-то лекции. Но, тем не менее, я еще, может быть, пять минут продолжу, потому что я еще хотела добавить про название, про метод, который он называет, я уже говорила, что он называет его метод Толдор. Когда мы разбираем какое-то учение, очень важно понять общую концепцию, с которой подходит комментатор. Например, для Раши, я очень упрощенно говорю, но это известная концепция. Вторая – это книга заповедей. Поэтому он говорит, почему надо было начинать с перешит? Надо было начать с первой заповеди, которая была дана Израилю. А Рамбам видит в заре не только кодекс заповедей, но и систему награды и наказания, и моральный урок, и поэтому он подходит, во многих местах они расходятся в комментариях, потому что Рамбам хочет всюду найти моральный урок. Рамбам – это учение о поколениях, о порождениях, о родословиях. Это история. И он, я думаю, основывается на некотором мидраше. Мы знаем только… обычно рассказывают только первую часть. Сказал Раби Акива, безлюби ближнего своего, как самого себя, а не я Бог твой. Это большое правило в тарифе. А дальше есть продолжение. А Бенезай сказал, что есть другое правило, еще большее. Это книга… «The Sefer to Dot Adam». Это книга истории человечества, скажем так. Может быть, так более точно перевести. Хотя слово «to dot», всегда есть такое ощущение, что если мы переводим, мы уклоняемся от смысла. И хочется пользоваться словом без перевода. Можно быть, тут мы могли бы сказать, что это два разных аспекта мира. Можно. Один говорит о необходимости добиться совершенства, которое возможно в мире. слюбить ближнего, как самого себя. А другой говорит о важности пути к этому совершенству. То есть одно – это конечная цель у Раби Акива, это Клоаль Гадой, это большое правило. А Бенезай говорит, что большое правило – это история, это подвижение к этому. Одно – это совершенство, а другое – совершенствование. Одно – это некоторый конечный идеал, а другое – это путь к нему. Историческое развитие. Я думаю, что в этом году мы действительно посмотрим, как Монету относится к тем кратким описаниям поколений до потопа, к примеру, вот в этой самой перспективе. Как он видит, в чем были ошибки поколений, которые не смогли продвинуться, скажем так, в правильном направлении к этой цели. Наверное, нужно еще одно небольшое какое-нибудь замечание сделать, которое, на самом деле, очень важно. Когда мы читаем Монету, надо, я думаю, это иметь всегда в виду. Он настаивает все время на том, что надо осознавать каждый раз, что ситуация, описанная в таре, неизвестна ситуация, неизвестно, к чему она приведет. Мы настолько привыкли все это читать, мы знаем эту историю с начала до конца. Нам кажется, что это так и могло бы происходить. На самом деле, каждая точка – это точка выбора. Когда что-то случается, она случается в первый раз. Есть такой анекдот. Человек в синагоге, который раз уже слушает историю Юсефова, и в прошлом году было то же самое. Ну что, он идет, опять наступает на те же самые граммы. Нет, с Юсефом это происходит в первый раз. И всегда у всех есть, все могло бы кончиться иначе, все могло бы пойти иначе. Вот эту опцию, которая не реализовалась, тоже надо иметь в виду. И, возможно, это разочаровывает, что он опять не выбрал то, что надо. Но он, в принципе, отрицает фатальный такой взгляд на мир. Взгляд на мир, в котором мало есть места свободы выбора. Для него свобода выбора – это, я уже говорила, кажется, сегодня центральное место для него. И на этом я сейчас, я думаю, остановлюсь и оставлю место для вопросов или замечаний. Я была бы очень рада, если бы кто-нибудь, какие-то еще дополнения были. Простите, я, может быть, пропустила, когда он жил. А, вы немножко позже пришли, да. Маниту родился в Альжире в 1922 году, и он умер в Израиле в 1096, по-моему. Он приехал в Израиль после 16-дневной войны. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. В аэропорту. А, вы в аэропорту куда вы? Вы приехали или уезжаете? Я тут передвигаюсь между Таллином и Вильнюсом. Вау. Вильнюсе. Успехов. Да. Прохлаждаемся тут. Ну, очень интересно. Спасибо, Нахам. Пожалуйста. Может быть, у кого-то еще есть какой-то вопрос? Ну, на самом деле, конечно, я надеюсь, что я не очень утомила вас. Тут было много чего. Есть время на размышления. Может быть, пришлите вопросы, может быть, Натану или в чате философскую Адбретулла или каким-то другим еще образом. Если будут вопросы, я очень буду рада и смогу, может быть, что-то добавить или ответить, если… Надеюсь, действительно было интересно. И в следующий раз, просто я буду очень рада, к нам присоединится еще Андрей Альбин, который очень много всегда участвовал. Мы с ним делаем совместные уроки по каким-то книгам и участвовал в прошлом в изучении монету тоже. И я надеюсь, что это поможет нам тоже активным участием. И понимание текста – это важно. Это не просто, на самом деле, понимание. Ну, тогда, если никто больше не хочет ничего спросить, тогда всем до свидания. И на следующей неделе, я надеюсь, увидимся. Спасибо.